В жизни каждого человека бывают особые памятные дни. Один из них, конечно, это день свадьбы. На днях в Видновском дворце бракосочетания чествовали пары, которые соединили свои судьбы более 50 лет назад. Наша съемочная группа посетила эту трогательную церемонию и выяснила, что же нужно для того, чтобы пронести сквозь года и сохранить огонь верности и любви, зажженной в молодости. В преддверии Дня защитника Отечества во дворце бракосочетания Ленинского района чествовали юбиляры в золотой бриллиантовый свадеб. Все они – почетные гости, ветераны труда. А Новикова Анатолий Владимирович и Лидия Петровна – даже ветераны Великой Отечественной войны. Когда-то Толя и Лида учились в одной школе в поселке Володарского. После ее окончания Анатолий ушел в армию, а когда вернулся, сделала сбраница предложение. Так, 60 лет назад родилась их семья. Мы наделись там, пошли в сельский совет, расписались. Родители уже здесь подготовили нам праздник. Его мама нам подарила 500 рублей. В период – это умерение. Это большие деньги. Мы на другой день с ним поехали до Москвы, купили полуповую кровать, бочок и ведро. И на дорогу эти деньги. Так мы начинали жить. Владимир и Любовь Павловы познакомились на новогодней вечеринке. А через год поженились. И вот живут вместе уже более 50 лет. У них двое детей и четверо внуков. В праздничный день Любовь Ивановна и Владимир Гаврилович переступили порог ЗАГСа с особыми чувствами. Эмоции хорошие. Нас это вдохновляет, что нас отмечают. Да. Мы радуемся. Мы радуемся. Уже исполнилось 51 год. На церемонии чествования юбиляров присутствовал глава Ленинского района Сергей Кошман. Он поздравил семейные пары и вручил им награды – знак губернатора Московской области во благо семьи и общества. Семья – это основа счастья и, совершенно точно, дальнейшего благополучия людей, которые соединены вместе, которые растят детей, которые заботятся друг о друге, которые своим добросовестным отношением к делу, к труду являют пример заботы и об отечестве нашим, о России. Несмотря на то, что супруги вместе уже много лет, в их глазах огонь. Они гордятся и дорожат друг другом. Такой жизненный семейный опыт вызывает искреннее уважение и служит образцом для подражания. А что же нужно для того, чтобы сохранить крепкую и дружную семью? Самое главное, чтобы молодые уступали друг другу. А то ведь начинают, сразу рассорились, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Уже есть и всякое бывает, но надо научиться, научиться, чтобы так уступать друг другу. Любовь – это не только чувство, но долг, ответственность, терпение, взаимопомощь. Вот тогда всё будет нормально. В праздничной обстановке звучали многочисленные поздравления в адрес юбиляров. Им дарили цветы и подарки. А участницы студии эстрадного вокала порадовали гостей исполнением задорной кадрили. Для каждого эта церемония особенная и навсегда останется в сердце частичкой света и тепла. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.